Турнир на Кубок губернатора Ивановской области по Куду впервые состоялся прошлой весной и всего за один год сумел занять свое место в календаре крупнейших турниров России. Убедиться в этом можно было в минувшую субботу. Участие в еще молодом турнире приняли более 200 сильнейших кудоистов России. Это в два раза больше, чем годом ранее. Турнир в Иванове появился благодаря Федерации Кудо. Это была задумка моей Адгара, Кубок губернатора и председательства Адгара Коляна. Сразу, когда ты смотришь, кажется, что все просто, а это все было по-кропительному, собиралось. Большая работа проводилась. И спонсоры помогали, и правительство нашей помогало, и спорткомитет нашей помогал. Видно, что поддержка тоже растет, растет доверие к турниру, предоставляются новые возможности. Это замечательный зал. Отсюда и растет и география турнира. То есть, если раньше приезжали в основном Москва и Центральный федеральный округ, Северо-Западный округ, то сейчас мы представители Приволжского федерального округа здесь находятся. То есть, регионы прибавляются на турнире. Всего в Иванове порядка 10 губернаторских турниров по тем видам спорта, которые считаются для региона наиболее успешными. По словам зампреда правительства Андрея Кабанова, в этом списке Кудо занимает особое место. Именно по заслугам спортсменов. Турнир по Кудо, безусловно, наверное, один из самых представительных турниров, которые разыгрываются на Кубок губернатора. Здесь выступают спортсмены из нескольких десятков регионов страны, ведущие спортсмены. Среди них действующие чемпионы мира, действующие чемпионы России. И, на мой взгляд, как раз Кудо – это одна из тех дисциплин, в которых Ивановская область не просто имеет успехи, а имеет успехи мирового уровня. Кубок губернатора для пятерых ивановских спортсменов стал знаковым. Здесь им вручили заслуженные и долгожданные черные пояса. Для каждого спортсмена это важное событие в жизни. Символ высшего мастерства и результат многолетней работы. Когда был маленький, смотрел всегда на своих наставников, на своего тренера, видал этот черный пояс. И всегда хотелось тоже такое. Все, как маленькие, мечтают об этом. И вот, наконец-то, это случилось. Сейчас нам остается только одно – держать свою планку, никому ничего не отдавать своей победы. И доказывать, что Иванова и клуб-лидер – это самое лучшее, что в Иванове есть. Саша признается, именно к этому он стремился 8 лет. И теперь, когда заслужил свой черный пояс, готов к новым победам. Свои слова спортсмен подтвердил делом, одолев своих соперников на татаме и заняв в губернаторском турнире первое место в своей категории. Достался Саше и кубок лучшего спортсмена турнира. Всего в первенстве примели участие 25 ивановских худоистов. Выступать на домашнем турнире оказалось для них намного сложнее и ответственнее, чем на выезде. Но ребята справились с волнением. Соперник сложный. С Москвы подготовил у них высокий тоже. Бился тяжелый бой был. Первый бой. Сюда тяжело биться. Не разогрет еще совсем. Удалось с силой воли, с силой духа победить. Всего в турнире одержать победу удалось пятерым ивановским худоистам. Также в копилке нашей команды три серебряные и семь бронзовых медалей. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.